Всем привет! Хотел бы в очередной раз поговорить о спринт-контексте. Вот не знаю, как вы, но что касается меня, когда я вижу, скажем так, не самую обычную идею, или идею, с которой я мало знаком, но она мне интересна, я буду ее по возможности исследовать с разных сторон. Искать разные объяснения, искать разные ассоциации, то есть, скажем так, погружаться. И вот, собственно, этим видео я хочу сделать еще одно погружение, еще посмотреть с другой стороны на спринт-контекст. Как вы знаете, любое стандартное Java-приложение у нас стартуется через метод main. Так и Spring Boot, Spring Boot, Spring Bashmat, использует точно такую же идею. Он запускается через метод main. В этом методе main мы используем Spring Application.run, то есть, метод run мы используем, чтобы поднять, чтобы создать некий контекст. Этому контексту что мы делаем? Мы предоставляем некоторое описание, каким образом создать наши бины. То есть, создать некоторые активные объекты, которые будут жить где-то в памяти. Как мы уже знаем, у нас существует три основных типа. То, каким мы образом предоставить это описание можем контексту. Это непосредственно аннотация. Это XML файл, тут мы можем прописать. Либо мы можем использовать специальный класс. Мы его помечаем особым образом. И здесь описываем бины, которые мы будем создавать. Вот тут у нас три основных метода. И контекст читает вот эти, скажем так, инструкции. И начинает создавать бины. То есть, классы, которые живут где-то в памяти. И потом этот контекст, скажем так, может думать следующее. Я вот тут нашел картинку, которая, скажем, дает некоторое понимание. Можете, кстати, зайти на сайт. Также рассказывается о Спринге. Я, правда, не читал. Но картинка мне понравилась. И она хорошо иллюстрирует идею, что происходит. Вот смотрите. Вот наш контекст, он прочитал нашу инструкцию. И он создал активные объекты в памяти. И потом эти объекты он помещает, скажем так, в некий контейнер. В некий контейнер. И вот этот контейнер, по сути дела, и обслуживает все наше приложение. То есть, всякий раз, когда нам... Давайте откроем контроллер. Правда, это тоже BIN. Это тоже BIN. То есть, это тоже будет какой-то класс, который живет в контейнере. Где-то там в памяти, которым мы будем пользоваться. Так вот. Но я хотел по-другому сказать. Вот всякий раз, когда нам нужно внедрить какой-то BIN, да? BIN. Что мы делаем? Мы не пишем, вот напрямую. Мы не используем new и какой-нибудь, например, cut sound. Мы не пишем, мы больше таким образом объекты не создаем. Когда мы просим наш контекст... Так, подождите. Наш контекст... Типа, вынька к нам из контейнера, нужен нам BIN, и вставь-ка его вот сюда. К нам. К нам в контроллер. В данном случае нас вот интересуют Sound Animals и Book Repository. У нас... Смотрите. Мы здесь... Вот наше описание, да, BIN, 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 BIN. Оно идет как... Через интерфейсы. Но... Spring Context нам создаст конкретные реализации. Согласно тому описанию, которое мы ему поставили. О возможных конфликтах мы говорили в предыдущем видео. Если кто не помнит, может посмотреть. В очередной раз. Вот, вот, примерно вот такая картина получается. То есть, у нас запускается приложение, в нем стартуется некий контекст. Этому контексту мы поставляем некоторое описание. Этот контекст, благодаря этому описанию, создает активные классы. Активные объекты, они у нас живут в памяти. Они живут у нас в контейнере. И мы потом в нашем коде, да, наш код обслуживается вот этим вот контекстом, этим контейнером. И всякий раз, когда мы прописываем вот нечто похожее, типа, вот, надпись, контекст знает, вот этот нам, как сюда поставить, вот как вынуть, грубо говоря, нужный бин, нужный бин, и затем его взять и вставить в наш, там, где мы требуем, там, где мы хотим. Вот, примерно такая история. Надеюсь, надеюсь, это дало еще вам большее понимание, что происходит. Конечно, там существуют более сложные настройки. То есть, надо рассматривать, можно, например, рассматривать, как контекстов, что может быть на самом деле не один, а может создать несколько контекстов, там, как они общаются между собой. Все. Дальше идет просто, просто усложнение вот этой основной идеи. Ну, пожалуй, пожалуй, на этом я закончу. See you next time. Субтитры сделал DimaTorzok